Всем здарова! В прошлом видео выигрывает Максимчик 5 и он получает голду. Если ты тоже хочешь выиграть голды, то тогда просто подпишись на канал, поставь лайк под этим видео, колокольчик жмакни и не забудь написать свой комментарий, своим ID ВКонтакте, то есть ссылкой на свой профиль ВКонтакте, ну или игровой ник. Всё довольно просто, бро. Весна, пора голды. Голды? Хватит сочинять, танкист! Много голды или премиум танк всего за 149 рублей на vodkit.ru. А хочешь весны? Ежедневно участвуй в раздаче 5000 золота. Ссылка в описании. Знаете, в прошлом видео я сказал, что маркетинговый отдел ВГ работает не очень хорошо, но обдумав, я понял, что в принципе они работают неплохо, ну по крайней мере они выполняют свою главную роль. Они работают не для нас, не для того, чтобы нам было комфортнее и интереснее, а для того, чтобы заработать как можно больше лаванды, бабок, денег. И как же, в общем-то, у них получилось на этот раз заработать ещё больше долларов? А всё довольно просто. Дело в том, что вот это вот мероприятие под названием марафон, ну или ещё можно называть это игровым событием, как любит ВГ делать, или операцией трофей, неважно. Но главное, что даже на этом ВГ заработали очень неплохо. Я не считаю чужие деньги, считаю, что если кто-то зарабатывает хорошие деньги, то он молодец. Но в данном случае я считаю так, что если кто-то заработал деньги, то он должен это заработать так, чтобы и другим, в общем-то, было от этого как-то полезно. Тут, в принципе, польза игрокам есть, но и ВГ, так скажем, польза огромная от этого марафона. Вы, наверное, скажете, ну они раздают халявный танк, всем, в общем-то, считаю, никто донатить потом не будет, но это не совсем так. На мой взгляд, большинство поступит так, ну, по крайней мере, очень большой процент. Во-первых, это будет двойная выгода. Сначала многие купят марки, то есть танк, который, по сути, вряд ли бы вообще продавался, то есть большинство бы его не купило, марафона бы его разнесли в хлам, сказали бы, что это полное говно, не покупайте. В итоге ВК-168-01 вообще никому не нужен был бы. И доходы от его введения, как просто премиум танк, даже если цену поставить небольшую, были бы минимальны. Тут же все сделано настолько грамотно, что можно сразу два раза на всем этом заработать. Как, спросите вы, сейчас расскажу эту схему. Ну, во-первых, как я уже сказал, на марках можно заработать, потому что многие, я думаю, не выполнят все ЛБЗ, ну, потому что времени где-то не хватит, может быть, сил. В итоге кто-то купит одну марку, кто-то две, кто-то три, ну, я думаю, в среднем где-то 400-600 рублей получится. Да, это, конечно, не стоимость премиум танка там, но учтите, что это будет очень большой процент игроков, то есть действительно там подавляющее количество, и уже заработок будет от этого говеного танка, который никто не купил бы, весьма неплохой. Но это только первый этап. Второй этап, это то, что этот танк можно будет, скорее всего, в трейдине загнать. Да, у него стоимость дорогая, 6000, но при этом все равно человеку придется докупать голду. То есть вот он отдал этот танк по трейдину, а я уверен, многие по трейдину будут отдавать этот танк. Я еще не удивлюсь, что где-нибудь через месяц как раз эта акция с трейдином выйдет. И вот уже вторая прибыль. То есть еще покупает голду, чтобы, ну, добросить голды на какой-то другой танк 10 уровня. Просто гениальная схема, считаем, можно сказать, продали говеный танк два раза. Просто браво, маркетинговый отдел, молодцы, сработали как смогли. Только вот есть ли польза для игроков в данном случае, ну, наверное, кому-то все-таки от этого польза будет. Ну, и много негатива, слишком много негатива. То есть когда что-то позитивное выходит, прям видно, как люди пишут, что как же офигенно, как же интересно. Мне все понравилось. Я буду, в общем-то, заходить в игру чаще. Я буду, в общем, звать друзей сюда. Ну, это часто бывает. Особенно вот в новых играх. Ну, и в танках это было раньше. Ну, и сейчас, где это, в общем-то, не посмотришь комментарии, везде негатив по поводу этого марафона. Я вообще, по-моему, не видел ни одного человека, который похвалил бы этот марафон. Есть, интересно, такие люди? Ну, я не знаю. Мне кажется, таких в природе не существует. Ну, наверняка есть парочку. Но большая часть, так скажем, негативно относится к этому всему. И, как бы, для онлайна игры, ну, в временном промежутке, вот, в небольшом, да, это может быть и выгодно. Но на будущее это никак не выгодно, потому что репутация только портится от таких марафонов. И еще фиг знает. Нужно ли такое вообще проводить? Ну, по крайней мере, вот в таком вот формате устаревшем уж точно не стоит. То есть, если проводить марафоны, то нужно что-то совершенно новое придумывать, новые интересные условия и, желательно, танк поинтересней. Ну, вот такие вот мои размышления на этот счет. Опять-таки, это мое субъективное оценочное мнение. И не факт, что я, в общем-то, где-то, ну, там, на 100% везде прав. Но все-таки, если вы так подумаете, то наверняка со многим вы согласитесь со мной. Ну, и, в общем, довольно-таки странные, в общем-то, условия пока что по ЛБЗ у нас. Странный марафон получается, весьма такой неприятненький. Но вчера, например, ЛБЗ была простая, что довольно странно, как будто нам облегчили задачу. То были ЛБЗ ужасные, непроходимые, то сразу же фигак с ЛБЗшкой, которая проходится с закрытыми глазами. Как будто прямо во время марафона регулируют там ЛБЗ. А что, никто же нам это не предоставил список, какие там ЛБЗ будут в дальнейшем. Но это вряд ли, конечно, потому что это надо все подготовить. Но, в любом случае, пока что мы еще не знаем, что будет впереди, что нас будет ждать. Может быть, там в конце будут самые жесткие ЛБЗ. На этом все, ребята. Спасибо за просмотр. Желаю вам удачи. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok